Всем привет, с вами Рокси. Сегодня я поведомлю все трудности собаки. Так что не думайте, что нам так просто живется. Первое, надо терпеть уколы. Да, это очень болезненно. Тебе вкалывают укол. Второе, бывает, тебя проверяют на блохи. И с предела приходится кусать хозяина. А он потом тебя ругает. А когда хозяин тебя ругает, тебе, конечно же, обидно становится. Потому что ждет 20 минут, ты находишься без еды, воды и игрушек. Ну, конечно, самое ужасное, это блохи на спине. Потому что надо привлекать внимание хозяина. Потому что сам я спину себе не прочешу. Конечно, также самое еще ужасное, это когда тебе в рот сует таблетку, невкусную. А потом еще тебе гладят шею, чтобы она провалилась тебе в желудок. А потом тебя тошнит. Ну, есть и плюсы, конечно, в моей жизни. Во-первых, я беззаботный. Я могу делать, что хочу. Бегать днями, спать, когда захочу. Ну, бывает время работы. Когда я играю, даже когда не хочу. И хозяин, когда со мной играет. Потому что, может быть, потом он пойдет и обидится на меня. Бывает такое, конечно. Также я люблю, когда мне в комментариях пишут, привет, Рекс. И когда, конечно, будут писать. Можете назвать это по-другому. Например, шестяной блок. Это, конечно, мне кажется, более звучит. Ну, ладно, хозяину я этого не могу сказать. А то еще обидится. Сам пушистый блок придумал. А потом еще я скажу шестяной блок и обидится. Ну, есть и плюсы. Мне щекотит животик. А я беру, отдыхаю и улыбаюсь. Вот такие у нас улыбки. Ну, конечно, в нашей жизни мы не так уж любим, когда нас другие собаки задевают. Потому что приходят заскаливаться. И, естественно, на них гавкать. А то хозяин подумает, что мы не боевые, ни на что не способны. Еще потом будет еще говорить, что я ничего не умею. А так приходится на них гавкать со всей силой. Да, конечно, вот такие у нас чихи. Извините, конечно, что я чихну. Вот, вот, смотрите. Ну, вот, вот. Я, бывает, кусаю хозяина, естественно. Ну, конечно, я у него тоже могу просить прощения. Это его полизать. Потому что так я прошу у него прощения. Вот это знак дружбы. Моей с хозяином. Также, если хозяин мне начинает разогреваться, вот как я сейчас его заставляю обижаться на меня, ну, это ему по делам. Он мне стал немножко больно щекотать. Вот мою корицу, которым я окупаюсь. Хозяин мне его меняет. Сейчас я передам слова своему хозяину, потому что он вылил это ведро. Людям собирается его менять. Так, ну, мы вылили ведро, и теперь мы хотим, естественно, как вылили ведро, его помыть. Моется оно, в принципе, легко. Сначала включаем шланг, и идем к самому шлангу. Потом мы начинаем вот так все смывать. А потом в итоге выливаем всю, которая у нас была. меняем в нашем шланге настройки на фул. И потом я беру и включаю это. И после того, как я включу вот это, надо просунуть и подождать. О, хозяин наконец-то мне дал воды. Ура! Меня поменяют. Так, надо пищевать. Это явно шоперник. Он всегда вызывает меня на бой таким своим ревом. Я его, естественно, всегда побеждаю, потому что, когда ведро наполняется, к этому моменту я успеваю его полностью победить. Поверьте, и он останавливается. И больше не орет. Ну, так, короче, мы... Ну, примерно я вот так отхожу на минутку. У нас наполняется вот столько. А моя собака, наверное, дерется с этой штукой. Мы ее опускаем, чтобы она таких ревок не издавала, а под конец просто не включаем. Смотри, смотри. Также мы вот так обгоняем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Случайно достали так неправильно. Ну, её выключаем. И берём. И начинаем лить Рекса. Потому что вода Рекса отфигивает. Эх, опять этот хозяин меня облил. Ладно, сейчас назад залезем, пока он ушёл, но это не заметит. Да, так, надо опять его начинать порезать. А то вдруг он выйдет и нападет на хозяина А надо защищать хозяина Так, ну мы отстранились от тем И плюс, вот моя бесплатная водичка И моя ванная И кстати, вы видели тот самый минус Когда меня хозяин берет и обливает Раньше я любила воду, а сейчас я вырос И не хочу больше Видите, как он начинает щипеть и на меня нападать Он щипит, как настоящая змея Лучше я пойду от него Ну, в принципе, столько достаточно Так, Рекс, ты не залезал? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях Залезала ли моя собака в эту штуку или нет Если залезала, мне придется ее отругать А если ничего не напишите То тоже придется, скорее всего, вы скрываете Но напишите правду Если вы напишите нет, то Рексик не будет ругаться Я на него не ругаюсь Всегда мы выключаем шланг Потому что если вдруг Рекс У нас любит перекусывать шланги Если он перекусит То, естественно, произойдет пробоина На нашу траву полностью Вся вода будет выливаться Так, где же хозяин? Где же хозяин? Так, надо его начать А, вот хозяин! Иди сюда, иди сюда! А, что Рекс? Так, ага, ага, ага Отдыхать решили Ладно, тебе можно Ты безработка А на этом конец нашего блока Подписывайтесь и ставьте лайки И, конечно, напишите в комментариях Что я не залезла в аду А там меня еще вдруг наругают Всем пока-пока!